Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте, в эфире телеканал Вайтон ТВ, программа с большой буквы. Меня зовут Александр Гурарье. И наш сегодняшний собеседник, наш постоянный собеседник в этой программе, Цви Маген, израильский политолог, дипломат, способ Израиля в России и Украине. Цви, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Цви, ну вот неделя прошла с нашего разговора. В Израиле были праздники, был судный день, когда, так сказать, ничего не работало, никто не работал. Но, тем не менее, произошло целый ряд событий. Ну, начнем с того, что касается Израиля и Ирана. Было сообщение о том, что, оказывается, Иран внедрил в госструктуру Соединенных Штатов своих агентов. Идет очень сложная разборка. Иран заявил о том, что они успешно запустили в космос спутник. Потом поговорим про войну в Украине, про Германию. И на закуску, так сказать, я бы хотел побеседовать по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, точнее, вокруг Карабаха в целом. Итак, давайте начнем с того, что, так сказать, ближе к нам, а именно Иран. Иран продолжает оставаться главным врагом Израиля. То есть это враг номер один, причем враг, который открыто, честно и откровенно, так сказать, то, что на иврите называется бытом лев от всего сердца, заявляет, что его главной задачей является уничтожение Израиля. То есть многие над этим посмеиваются, но в Израиле, я напоминаю, к этому относятся очень и очень серьезно. И вот это сообщение о том, что, оказывается, в правящих, так сказать, органах управления Соединенных Штатов были внедрены иранские агенты, в Израиле воспринято было с большой тревогой. Что известно в настоящий момент? Много неизвестно, но все же насчет этих агентов влияния, скажу, две составные. Одна, по-моему, нет ни одного серьезного государства, который не, так сказать, оперирует теми или иными агентами влияния. Разного толка. Я уже не говорю о тех или иных, скажем, легальных, нелегальных разведчиков и все, что за этим ввязано, естественно. Ну и агентура влияния у каждого есть, тем более, у государств, которые находятся в состоянии противостояния с разными или с соседями, или с глобальными державами. В этом отношении это ничего специфически иранского здесь нет. Если поскребете краску с этого вопроса, то найдете там и израильтян, которых обвиняют, так сказать, в агентуре влияния всех евреев тоже. И, естественно, о россиянах и других говорить нечего. Понятно, в этом отношении. Но с другой стороны, сейчас Иран так или иначе в очень деликатном, так сказать, положении. И вокруг него идет разборка интересных вопросов. Идет процесс, так сказать, влияния на создание новой реалии на Ближнем Востоке со стороны Соединенных Штатов. И при участии активным или же пассивным других держав, это касается на данном этапе в основном Саудовской Аравии, которая так или иначе не просто нормализирует якобы отношения с Израилем, а готова встать в строю, скажем, новой системы. И в этом отношении увязываются те или иные и обороны, и внешнеполитические, и другие вопросы. Экономически, конечно, тоже. И Израиль тоже в этом участвует. Он достаточно активно муссируется, его вопрос. К чему я? А к тому, что с другой стороны кто находится? С другой стороны находится Иран, который является основным противником именно Саудовской Аравии, а не Израиля. Израиль это так, да, отстатский. А на самом деле идет противостояние между этими двумя региональными, или, если хотите, ведущими державами в исламском мире. Но с другой стороны, параллельно, Союзные Штаты, да, нащупывают те или иные, скажем, подходы или выходы на Иран. И идут какие-то контакты тоже. Есть попытки со стороны Соединенных Штатов, и Китая, например, так или иначе, увязать, скажем, этот комплекс совместно, этих вопросов, комплекс вопросов совместно, и помирить Иран с Саудовской Аравией, и выстроить какие-то новые там реалии нового Ближнего Востока. В этом отношении, да, агентура влияния в данном случае не работает на, скажем, на военном поприще, я говорил про Иран, а именно на оказание влияния или давления на тех или иных, скажем, факторов принятия решений в Соединенных Штатах по этим вопросам в Ближнем Востоке, у Ирана, Саудовской Аравии и все, что с этим связано, у них это ярко выраженный интерес. Остальные по этому вопросу достаточно активно отмалчиваются, я бы сказал. Но вопрос на повестке дня существует у всех, и это там увязано, это второй аспект. А все остальное это технические, скажем, факторы, кто там и что там, и как это оказало влияние по этому вопросу. И я тут не могу не упомянуть, конечно, и Россию тоже, она, да, присутствует в целом комплексе этих вопросов, частично или специфически по вопросу Ирана и Израиля, это интересная позиция России, которая нам до данного момента конкретно не объявлена, неизвестна в этом отношении. Что имеется в виду? Да, Россия является очень серьезным партнером Ирана, и тут надо увязать это с американским вопросом, как это вписывается, скажем, в общую формулу с одной стороны. С другой стороны, будучи активным партнером Ирана и, естественно, разрабатывая свои выходы на Ближний Восток, тут нельзя не учесть израильский вопрос, с которым Россия, да, с одной стороны, достаточно активно дружит, и, с другой стороны, да, участвует в тех или иных, скажем, совместных взаимопониманиях, касающихся Ирана и Израиля. Израиль наносит те или иные, так говорят, удары по разным там объектам Ирана, постоянно, и в Сирии, и в самом Иране, между прочим. Им угрожает Ирану именно изнутри тоже, есть много других аспектов, мы к ним еще подойдем, напоминаю Армению, и все, что связано идет, там непростое противостояние, и Россия в нем активно не участвует, якобы. Но тут у них проблема, я не сомневаюсь, что Иран постоянно оказывает давление на Россию в этом отношении, ожидает смены курса, Россия не может сменить этот курс без смены, скажем, отношений с Израилем и его участие в той или иной антироссийской, скажем, политике, это очень сложный комплекс вопросов. Но в последнее время в России, не только в последнее, но в основном в последнее время, есть разные высказывания по разным еврейским, например, вопросам и все, что с этим связано. И в этом контексте следует заметить, что в России не делалось большого различия между еврейским и израильским аспектом. Это примерно один комплекс, и высказывание этого толка, включая первых лиц страны, создает какую-то там видимость, интересы именно в этом контексте. Израиль. Начинают говорить о еврейских нацистах, и, по-моему, имеют в виду именно Израиль, имеют в виду в этом контексте, в ближневосточном, иранском и так далее. И тут какие-то есть послания, мессенджес по отношению к Израилю, что вот так или иначе у нас отношения, может быть, охлаждаются. И не исключено, что Россия и Израиль могут столкнуться по выяснению этих вопросов все вокруг Ирана. Но, по-моему, пока еще нет свежих данных или новой информации, но это идет процесс, и есть признаки того, что в России его рассматривают не всегда адекватно интересам Израиля. Вот у меня все по этому вопросу. Сави, но я хочу еще добавить, что вот сегодня появилось сообщение о том, что 27 сентября, день, когда мы записываем эту программу, Иран успешно совершил запуск искусственного спутника Нур-3, который уже вышел на орбиту. Мы с вами говорили не раз, что у Израиля есть такой порог, до которого может развиваться иранская, сейчас ракетная, я говорю даже не про ядерную, ракетную программу, потому что основная проблема у Ирана это сейчас доставка ядерных зарядов. То есть даже если они завтра сделают этот ядерный заряд, то его надо как-то доставить. И вот этот вот успешный запуск искусственного спутника, он наводит размышления. То есть не приближаемся ли мы вот к этой самой красной черте, и какова здесь роль России в этих успехах Ирана в космосе? Ну, в принципе, вы совершенно правы, да, действительно, Иран является пороговой. Ядерная держава и ракетная держава тоже развивает те или иные ракетные программы. Этот спутник, если это действительно реальный, потому что не всегда это соответствует действительности, но, допустим, он реальный, доказывает, что у Ирана есть прогресс в этом направлении. Ну, естественно, следует за этим следить, тем более, что ядерная программа Ирана уже действительно у самого порога. Есть много вопросов в этом контексте, что с этим делать, когда идти и насколько. Ну, что делать? Россия здесь в какой-то мере, вероятнее всего, да, участвует. Я хочу напомнить высказывание, скажем, директора МОСАДА неделю назад, который, да, заявил о присутствии России в контексте, в иранском контексте, помощи России и в военном отношении к Ирану, и что мы это так, ну, скажем, не можем не игнорировать в этом отношении. Поэтому следует, наверное, вязать. Непонятно, что нам из этих заявлений, непонятно, что Россия поставляет, но это было названо как те или иные системы, которые угрожают безопасности Израиля. Поэтому, если мы хотим вязать, то не исключено, что это и ракетные программы, и другие, и, не дай бог, ядерные тоже. Поэтому следует учесть, что, да, есть технологическое присутствие России в иранских программах, и что, да, мы уже заявили о России, Израиле, Иране и всего остального мира, так что весь этот комплекс пока, как говорится, на повестке дня, и еще непонятно, как разобьется, нужно догадываться. Но вопросы со всеми вопросительными знаками пока висит в воздухе. То есть отношения Израиля и России пока что держатся, как бы, вот, ну, не хотелось говорить на волоске, но они держатся, и никаких изменений вот за минувшие там пару недель в ту или иную сторону не произошли? Однозначно не произошло. Но вот есть высказывания, которые следует воспринимать как или рычаги давления, или проявления, скажем, новых направлений развития этих событий. То есть все еще впереди. Цвин, ну нельзя не сказать несколько слов о том, что происходит на украинском фронте, то есть война в Украине. Вот сейчас зашевелились что-то союзники Балтийских стран. Германия, в частности, заявила, что вот сейчас проходила конференция по вопросам безопасности в Таллине, и вот как раз сегодня, 27 числа, в среду, министр обороны Писториус, министр обороны Германии, заявил, что Германия берет на себя ответственность за роль лидера. И они подтвердили намерение Берлина разместить войска Бундесвера в Берлине, в Литве, простите. То есть это 4 тысячи немецких военнослужащих с семьями. То есть как бы все настолько серьезно, что необходима дополнительная защита странам Балтии? 4 тысячи, я не знаю, кто должен испугаться, но я хочу напомнить, о каких сотнях тысячах, например, сейчас идет обстановка в Украине. Это 4 тысячи, это так, номинально, но что, о чем идет речь? Я хочу напомнить, что и Германия, и все три балтийские государства, балтийские государства, они члены НАТО. И разборки между ними, в той или иной мере, они являются составной частью НАТО. И в этом отношении, да, есть и те или иные виды взаимопомощи между государствами, есть соглашения. И тут создается какой-то, скажем, новый регион ответственности Германии, как составной по НАТО в этом отношении, с этими государствами, тем более, что они граничат. И присутствие германских вооруженных сил, в той или иной мере, это небольшая, скажем, угроза, с одной стороны, но само присутствие, это, скажем, стратегическая проблема. В том плане, что, начиная иметь с ними дело, иметь дело еще 30 одним государством, которые являются членами НАТО. Это не просто так. Их присутствие имеет значение именно в этом отношении, в отношении пятого, так сказать, пункта соглашения НАТО. То есть это своеобразный живой щит. Извините, что я применяю такой термин. То есть получается как? То есть логика, насколько я понимаю, вы меня поправьте, что одно дело, если вдруг какая-то разборка, и там залетит какая-нибудь одна, две, три ракеты на территорию Эстонии, ну, там пострадают эстонские солдаты, ну, кто же пойдет ради Эстонии, значит, начинать мировую войну, да, НАТО? А когда там размещаются войска Бундесвера, и с семьями, это подчеркивается, с семьями, то любая такая, так сказать, шальная ракета, которая прилетит, это уже будет удар как бы по Германии. Правильно ли я понимаю? Не до конца, правильно, потому что в любом случае, так или иначе, НАТО не может игнорировать нанесение даже удара по своим членам. Поэтому, в той мере, могут соответствовать, конечно, политическим интересам данного момента, могут рассматриваться соответственно. Но, в принципе, это тот процесс, да, НАТО здесь присутствует, это придает послание, месседж России, в том плане, что мы здесь далеко не уходим, и учтите так или иначе, потому что, в чем дело? Дело в том, что все эти Балтийские республики, бывшие республики, государства, опасаются России после, скажем, Украины, чем она, собственно говоря, займется, и чем будет себя развлекать. И поэтому есть угроза бывшим советским республикам, в частности, эти три государства, не спрося разрешения, стали членами НАТО в свое время. Это не обязательно успокаивает Россию. Россия с этим плохо уживается, и они опасаются России, и поэтому заявление Германии, скажем, послание туда, и посылка туда представителей вооруженных сил, это в той мере ответ России. Учтите, что мы здесь, и мы всерьез принимаем свои обязательства, и мы не намерены допустить, скажем, вторжение России в эти государства, если об этом речь. По-моему, это имеется в виду, да. Тем более, что не исключено, что в обозримом будущем война в Украине так или иначе кончится, и надо как-то разбираться. А я хочу напомнить, что одна из причин этой войны, это именно будущее или судьба республик бывшего Советского Союза. Украина в контексте, именно в этом контексте она является противником, ввиду ее интереса не быть партнером России, вступить в НАТО и в другие западные системы, и в этом отношении Россия с этим плохо уживается. Это была основной причиной войны. И это может произойти с любой другой республикой. Я напоминаю Георгию, Грузию по-русски. Да, Грузию. В 2008 году российские вооруженные силы, которые с Грузией отняли территорию и так далее, именно в этом контексте. Это не впервой. Так что это ответ на якобы претензии России, на якобы ее намерение. А в целом события, которые сейчас на фронтах, есть ли какие-то серьезные изменения? То есть, в частности, были таких из громких событий. Был удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Украинцы наносят удары по нефтебазам, по определенным центрам принятия решений, как любили и любят говорить как раз российские СМИ. Говорят, что надо нанести по центрам принятия решений. Но пока получается как бы наоборот. По центрам принятия решений наносят украинцы. Какое-то влияние это оказывает на расстановку сил? Или это вот такие просто обмены уколами, а основные события как бы будут все-таки за столом переговоров? Еще до стола переговоров достаточно далеко. А что происходит, это то, что в конце концов, на месте, на территории, на земле нет основных изменений. Украинское контрнаступление как-то не развивается, хотя есть оптимисты, которые считают, что вот-вот у них получится, что не сумеют прорвать, скажем, тот или иной эшелон обороны и так далее, и захватить территорию. Но пока этого не наблюдается. Россияне тоже со своей стороны тоже не ахтикак у них получается захватить новые территории. Они в лучшем случае умеют сдерживать украинское контрнаступление. Поэтому мы конкретно имеем в виду ТЭКО, застряли его. А это с одной стороны. Россия наносит уже достаточно давно серию ударов по инфраструктуре Украины, не обязательно оборонной инфраструктуре, и гражданской тоже есть достаточно много жертв. И все, что с этим связывается, это на предмет, чтобы так или иначе оказать давление на Украину и на НАТО, чтобы соглашались на переговоры, чего до данного момента и происходит. Украина со своей стороны тоже научилась наносить такие удары. Она получила достаточно много нового оборудования. В этом контексте это дроны, это разные те или иные летательные аппараты и снаряды. И она пытается нанести тот или иной ущерб России. Уже было достаточно много, я напоминаю. И были потоплены те или иные суда в ВМФ России, были взорваны мосты, были нанесены удары даже по Москве. Это все для того, чтобы нейтрализовать удары России по Украине или как-то так застопорить именно этот процесс. Но получается, что у нас сейчас новый вид вооруженной борьбы, именно войны беспилотниками, дронами и так далее. И это основной вид оружия, которое сегодня употребляется, которое так или иначе должен внести какой-то или произвести какой-то эффект. По-моему, на данном этапе этого эффекта я не наблюдаю. Нет изменений, но все может быть. Иными словами, да, обсуждается в разных местах на этом земном шаре вопроса, когда и как, кто и с кем сядет за стол переговоров с Россией или в каких условиях. И опасаются того, что да, если Россия слишком много там себе позволит, то у нас проблема. Напоминаю, мы обсуждали этот германский, прибалтийский вопрос. И еще другие вопросы тоже касаются. Хотят заставить Россию отказаться от своих намерений. И этот переговорной процесс будет не только о тех или иных, скажем, соглашениях по Украине, а именно по всему комплексу этих территорий, бывших советских территорий и все, что с этим и связано. И это готовят. Но пока я не вижу никаких конкретных результатов. Она мне рассказывает, о чем там собираются делать американцы и члены НАТО. То есть, используя известный израильский термин, идет война на истощение. Просто у нас была, в Израиле была война, которую так и назвали, историки назвали ее война на истощение. То есть происходит такое. А последняя тема, которую я хотел с вами обсудить достаточно коротко, это ситуация в Карабахе. То есть Азербайджан провел третью Карабахскую войну, которая заняла меньше суток. И вот сейчас происходит исход из Карабаха. В Ереване проходят митинги, которые весьма и весьма антироссийские. Ну, они против своего правительства. Пашиняна там клянут всеми возможными. Но в первую очередь это против России. То есть армяне считают, что Россия их предала. А что произошло, на ваш взгляд? Именно то, что они утверждают. В смысле, Россия сменила внешнеполитический круз по этому вопросу. Решила не вмешиваться или как-то занимать новую позицию в комплексе. Это очень непростой вопрос. Почему? Это кроме Карабаха и все, что там связано с этим объяснением отношений между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан, между прочим, стал за это время достаточно серьезной военной державой в регионе, в Кавказском регионе. Не без нашей помощи вас смели заметить? Не без израильской помощи. Да, они там очень присутствуют. И научился так или иначе решать вопросы именно о вооруженном пути в Сотдон-Стоне. Вот доказательства. Это уже в прошлой войне действительно были нанесены серии очень серьезных ущербов Армении со стороны азербайджанских вооруженных сил. Это так, для истории. А конкретно то, что они выясняют свои отношения, это одно, а если речь не о России, то другое. Я хочу напомнить, кто за кем стоит в этом регионе и что имеется в виду. Армения и Азербайджан находятся с двух сторон того же Ирана. Иран в этом контексте является основным противником Азербайджана. Азербайджан так или иначе рассматривает свои интересы на территории Ирана также. Иран, пардон, Азербайджан и Израиль сотрудничают по разным военным, внешнеполитическим, естественным, экономическим вопросам. И мы видим результаты, ходят слухи мировых СМИ о том, что да, Израиль использует территорию Азербайджана для тех или иных выяснений своих интересов в Иране. И в этом контексте Армения как раз находится с другой стороны, она поддерживается Ираном. Иран является партнером Армении против Азербайджана и против других. И в этом контексте тоже не до конца понятно, почему вдруг Россия выступила против Армении, и тем самым ущемляя интересы Ирана. Но может именно это и имеется в виду. Тут почему-то оказалось, может быть, россиянам, что Иран слишком много себе позволяет на территории Большого Советского Союза, и следует это учесть тоже. Поэтому это разборки именно этих игроков. Это Россия, это Иран, это и другие присутствующие там в этом контексте. И Россия хочет так или иначе оказать свое влияние и на Азербайджан, потому что это очень серьезный игрок, становится очень серьезным игроком. И Армения никуда не уйдет, она там на месте. Но Армения, Армения как раз там изо всех сил старается уйти, там они очень круто поворачиваются на запад. Ну, вот тогда про ее соседей восьмой год. Армения никуда не уйдет, но Армения в той мере может... Может, это намек на то, что слишком много себе стало позволять, и в этом отношении россияне навели порядок. И что будет дальше, понятно, нам неизвестно, но Азербайджан в данном случае, да, провел достаточно решительные, скажем, виды действия, и это в определенной мере ставит его на один уровень, скажем, с такими игроками, как Иран и еще другие в регионе. И это, я бы кто, это действительно очень серьезно. Я хочу напомнить, что Азербайджан является, и это тоже влияет на Россию, мусульманским государством, шиитским, между прочим. В Иране очень много азеров, турок, Южный Азербайджан, это называется, там живет азербайджанцев больше, чем в самом Азербайджане, причем несколько раз. Большой процент, говорят, до 20% вообще населения Ирана это азербайджанцы, так что тут непростой вопрос. И тут будут разборки, да, мы тоже там увязаны, поэтому будет интересно наблюдать. Пожелаем всем. Спасибо, спасибо большое. Я напоминаю, с нами был Цви Маген, политолог, израильский дипломат, экс-послов Израиля в России и Украине. Всего доброго, Цви, до свидания.